Бегство от призвания Я слышал очень много проповедей и, наверное, разговоров в богословии, в светских беседах, наверное, в различных науках, психологии, биологии, антропологии, разговоров на тему о том, вообще, зачем был создан человек и каково его конечное предназначение. Почему? Потому что человек достаточно сложное существо. В принципе, с одной стороны, когда мы сталкиваемся с некими материальными творениями, будь то инструментом, молоток, пила, да, или даже говоря об искусственном интеллекте, говоря о компьютере, о роботе, мы приблизительно понимаем ту функцию, которую мы сами закладываем в это материальное, скажем так, естество. В эту материю. Ну, по одной простой причине, потому что мы сами творцы, вот этого, да, творцы инструмента. И достаточно просто сказать, зачем нужен молоток, да, забивать гвозди. Наверное, на нем мы не будем играть красивые сонеты, да, на нем мы не будем чем-то еще заниматься, да, молоток имеет свою функцию. Но когда мы говорим с вами о человеке, то очень сложно определить предназначение человека какой-то одной функцией. И сказать, человек создан для и одной фразы. Такого не получится. По одной простой причине. Человек не создан для какой-либо функции. Человек не ограничен какой-то одной функцией. И, наверное, когда Господь смотрит на человека, он не может сказать, вот, глядя на тебя, я говорю, ты создан для того-то и того-то. Ты создан для конкретной работы, или ты создан для конкретной миссии. По одной простой причине. Человек не принадлежит этому миру. Когда мы говорим о человеке, мы говорим о том, что человек это есть образ и подобие Бога. С одной стороны, человек материален. И мы можем описать его в терминах сугубо материальных. У него есть инстинкты, у него есть тело, потребности. Но с другой стороны, мы понимаем, что человек это существо какое? Духовное. И в итоге материальное его не удовлетворяет. Он не находит себя в этом мире. Он роет себе норку, ну, дом, да, строит себе дом. Он зарабатывает финансы, он устраивает семью. Но в конечном итоге это не приносит человеку окончательного счастья. Это не является призванием человека. И в итоге человек счастлив только тогда, когда он в себе реализует две воли. Он реализует в себе материальное, и он реализует в себе духовное. Истинное призвание – это всегда призвание исполнения воли Бога. Вы согласны со мной, церковь? Интересно, как свое призвание реализовывал Адам. Написано, что он ходил с Богом в прохладе дня. Он общался с Иисусом Христом. Он получал откровения от Бога. И когда он приходил в свою семью, когда он приходил на свою работу, то бишь в сад Эдемский, когда он приходил в общество, то, которое было ему доступно, что он делал? Он реализовывал свое призвание. Истинное призвание – первое, что мы должны понимать. Оно всегда основано на откровении Бога. В определенный момент Господь дает нам свою милость. Настолько, что Он через откровение, Он приоткрывает нам. Не нас. Он приоткрывает нам самого себя. В определенный момент Господь говорит о себе с нами. Как когда-то говорил с Адамом, как когда-то говорил с Авраамом. И знание того, кто есть Бог, и желание исполнить или жить в соответствии с тем, кто есть Бог. Это и есть то, что Священное Писание называет призванием. Господь обращается к пророкам и говорит им свою волю. Открывает и говорит, я ненавижу зло. И пророк понимает, что он не может просто жить с этой информацией. Он не может просто жить с этими словами, не меняя ничего в своей жизни. И пророк начинает проповедовать то, что он получил от Бога. Ты знаешь, когда некоторые люди не входят в свое призвание, у меня есть один ответ на этот вопрос. Ну, как бы один ответ. Эти люди не имеют откровения Бога. Эти люди не получили откровения Бога настолько сильно, чтобы это откровение побудило их двигаться вперед. Чтобы это откровение вдохновило их жизнь, наполнило ее смыслом. И многие люди, придя в церковь, они продолжают жить так, как они жили до Бога. И откровение Бога, ну, не преображает, наверное, их служение, их семьи. Ты знаешь, когда я наблюдаю Священное Писание, это мое мнение, но я чувствую, что оно совпадает со Священным Писанием. В Библии есть только одно понятие призвания. Ведь многие люди, когда говорят о призвании, они подразумевают некоторую форму служения. И одни говорят, я призван пророком, другие говорят, я призван учителем, я призван служить служению на корме голодного, я призван прославлять Бога, я левит. Но на самом деле, когда Библия говорит о призвании, она говорит только об одном призвании. Призвание во Христа. Призвание в Бога. Ты мне можешь сказать, а я призван в Бога, а как же служение? А ты знаешь, призвание во Христа, оно никогда не разделяет. Знание Бога, хождение в Боге и служение. И я не понимаю людей, которые пытаются разделить эту информацию. Это не так. Если ты истинно познаешь Христа, ты не можешь ничего не делать в церкви. Ты согласен, брат, сестра? Ты не можешь быть неактивным в церкви. Ты не можешь просто так с этим откровением сидеть на своем стуле. Тебя, извини меня, подбрасывать будет. Ты как минимум поделишься с тремя-четырьмя своими соседями. Станешь евангелистом и проповедником. Если в молитве Господь открывает тебе что-то или в чудесах исцеляет, освобождает, благословляет тебя, то это откровение, оно будет побуждать тебя служить. И поэтому, когда мы говорим о призвании, мы говорим не просто о хождении в Боге. Мы говорим и о хождении, о откровении об отношениях с Богом. И мы говорим о жизни, о служении ближнему. Которое и есть вот часть этого откровения. Того, что хочет от нас Господь. Ибо Слово Божие, оно не призвано где-то находиться, знаете, на лавочке, где-то в глубине наших сердец. Ибо откровение, полученное от Бога, оно взывает к тому, чтобы оно было провозглашено. И тогда оно обретает силу. Ты думаешь, силу в жизни тех людей, кому ты провозглашаешь в твоей жизни. Понимаешь, дорогой мой человек, дорогая церковь. Откровение Бога обретает силу в твоей жизни тогда, когда оно тобою провозглашено. В свидетельстве, в проповеди, в служении. Это правило Божие, это и есть божественное призвание. Поэтому, если сегодня есть люди, которые говорят, ну, ты знаешь, я еще своего дара не познал. Я где-то посижу на задней лавочке, пока мне не придет откровение, и Господь не скажет. Дорогой молоток, твоя задача забивать гвозди. Дорогой мой инструмент, твоя задача в жизни делать нечто, да, конкретное. Ты знаешь, ты можешь не дождаться этих слов. Начни искать Бога, начни искать откровение Господа. И это откровение, оно само ведет тебя в служение в церкви. Оно сделает тебя частью церкви. Ибо тот цемент, который объединяет церковное здание, это и есть откровение, это и есть призвание. Тот цемент, который помогает нам быть вместе, любить друг друга, расти как церкви, производить какую-то церковную динамику, это откровение Бога. И когда мы все будем пребывать в этих откровениях, когда мы будем получать эти откровения, вот тогда церковь начнет расти, тогда не будет вопросов, а кто я в церкви, а зачем я в церкви. Господь позволит тебе реализовать призвание Итак, местописание, которое я хочу прочитать для начала Для того, чтобы начать нашу проповедь Это книга Бытия, 12 глава Книга Бытия, 12 глава, с 1 стиха И сказал Господь Аврааму Вся эта глава посвящена призванию Авраама И сказал Господь Аврааму Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего Иди в землю, которую я укажу тебе И я произведу от тебя великий народ И благословлю тебя, и возвеличу имя твое И будешь ты в благословении Я благословлю благословляющих тебя И злословящих тебя прокляну И благословятся в тебе все племена земные Вот если бы мне можно было одним словом охарактеризовать Авраама Я бы назвал его так Отец призвания Потому что до Авраама мы не читаем подобной заинтересованности Бога Вообще в реализации его планов Потому что именно через Авраама Господь начинает формировать мессианскую ветвь Через которую впоследствии придет Спаситель И наверное Вот те слова, казалось бы, достаточно простые слова Которые Бог произнес к Аврааму Это слова, которые потрясли весь мир Выйди из земли родства твоего И я произведу от тебя великий народ На тот момент вам скажет историк религии, например Вам скажет, что в то время не было ни одного народа Который бы верил в одного Бога Ни одного народа Народы были языческими И вот из всего вот этого языческого мира Появляется человек Авраам Я не знаю, как у Авраама сформировалось понимание Долго ли оно формировалось, с детства ли или сразу Но появляется Авраам, носитель этой божественной истины Бог один Бог единый Да, и нету других богов И в ответ на это откровение Господь говорит Будь светом этого откровения Ты не можешь с этим откровением Оставаться в том состоянии, в котором ты сейчас И потому Господь говорит Ты должен выйти и светить Ты должен выйти и быть свидетельством этого откровения Не только в своей территории Ты должен быть там, куда я тебя пошлю Интересно поступает Господь Когда он дает свое откровение Он говорит Аврааму Он перечисляет все, что он сделает для Авраама Но он не говорит, когда это произойдет Он не говорит, когда это произойдет Но с чего начинается призвание Авраама Господь говорит Выйди из земли родства твоего Откуда Господь вообще призвал выйти из Авраама Это был такой город Харан А семья Авраама изначально родом была из Ур-Халдейского Но в принципе, в принципе, это была одна культура Это была одна традиция Сегодня, ну, такой маленький исторический факт Есть разное мнение о том, где находится Ур-Халдейский Или где находился Ур-Халдейский И я придерживаюсь той точки зрения, она более новая Что Ур-Халдейский сегодня Это турецкий город Урфус Урфус Который находится рядом с границей Турция и Сирия Впоследствии, в средние века, этот город получил название Эдесса Эдесса В которой жил такой замечательный христианский царь Авгар Который первый из правителей принял христианство То есть это такой достаточно знаменитый в истории христианства В истории иудаизма город И вот, скорее всего, вот оттуда и был родом Авраам Оттуда и вышел Авраам, вывел его Господь И, по сути своей, вот то место, где находился Авраам Это был так называемый центр плодородного полумесяца То есть это была благословенная земля Земля, в которой была достаточно высокая культура Земля, на которой действовали законы Земля, в которой Авраам был достаточно богатым человеком У него была там семья, отец Причем, интересно, когда Авраам вышел, его отец был еще жив Земля, отец, богатство, братья, сестры В конце концов, там была культура и язык, который Авраам знал И что делает Господь? Он берет Авраама и говорит Выйди из той привычной среды, в которой ты оказался Интересно, что призвание Авраама формируется не в его родном уре А формируется вот в этой вот ханаане Про который Господь сказал Не будет ни пяти земли твоей там В которой ты постоянно будешь чувствовать себя странником и пришельцем Почему? Потому что ты должен уповать на меня Потому что то призвание, которое я дал тебе, оно настолько великое, что само по себе Оно никогда не произведется И вот вопрос, а почему Бог не мог сформировать призвание Авраама в этом уре-халдейском? Ну вы знаете, не только потому, что в уре, в Харане, где жил Авраам, в той культуре Было распространено и дало поклонство Не только потому Вот я сейчас скажу одно слово Вы, пожалуйста, не пугайтесь, я его объясню В науке, в литературоведении Есть такое замечательное слово Хронотоп Хронотоп Пожалуйста, не путайте со слонопотамами там, да И с лонотопами из мультфильма «Винни-Пух» Нет Хронотоп И я бы сказал так Призвание формируется тогда Когда мы выходим из своего старого и привычного хронотопа Я даже проповедь хотел назвать «Излом хронотопа» Но слава Богу, моя благословенная супруга меня вовремя отговорила И сказала «Говори с церковью на русском языке» Так вот, что такое хронотоп? Все-таки не удержусь, это слово расскажу Состоит из двух греческих слов Это слово «хронос» – время «хронос» – время И «топос» – место Хронос и «топос» – время и место А если объяснить немножечко подробнее Хронотоп – это то историческое, временное, географическое пространство Которое имеет огромное значение для человека Которое формирует каждого из нас Ну, я бы сказал это по-другому Золотое время нашего прошлого, да, например То есть, что такое хронотоп? С одной стороны, это время и пространство У каждого оно может быть разное Но на каждого из нас оно оказывает огромное влияние Для кого-то, может быть, это его детство Детские воспоминания, да, например И его золотое время, его хронотоп – это вот то состояние Когда он лежал в детской кроватке, да, и просто играл Когда ему не нужно было ничего делать Когда он был вот в этой прекрасной безмятежности Для кого-то хронотоп – это, знаете, время его советского прошлого И когда он ходил на первомайские демонстрации Дома висели ковры, да, и стояли там бюсты определенных вождей И для него это хронотоп И сегодня будущее, он воспринимает позиции этого хронотопа И он говорит О, в прошлом было О, в прошлом было лучше Мы шутили, иногда хронотопом бывает то время Когда мы пришли в церковь И мы всю остальную, оставшуюся жизнь Все остальные церкви мерим по тому старому нашему прошлому И я могу сказать о себе О, песни пели, да, мы вот те О, там пастор проповедовал в такой манере О, там сцена была поставлена по-другому То есть, с одной стороны, хронотоп – это некая застывшая историческая реальность Которая почему-то оказывает влияние на нас В которой мы являемся самими собой В которой мы обрели собственную значимость С другой стороны, что такое хронотоп? Хронотоп – это установки О самом себе, которые мы получили в это время Не всегда хронотоп бывает положительный Как мы говорим, золотой Некоторые люди воспитывались в достаточно разрушенных, деструктивных семьях И когда ты говоришь с ними, ты понимаешь, что для них хронотоп может быть Это вот, знаете, старые стены Это может быть пьяный отец, да, это может быть вечно работающая мать, да Но это влияет на человека Он привык мыслить себя вот в этой реальности Он привык жить так Для кого-то хронотопом являются брошенные фразы Ты лентяй Из тебя ничего не получится Ты ни рыба, ни мясо И этот хронотоп формирует наше представление о себе И как только Господь призывает тебя что-то сделать У тебя включается Я ничего не могу Я не способен И ты, знаете, как хомячок бежит в норку, да, в случае опасности Ты возвращаешься в свой хронотоп И начинаешь ощущать себя опять же тем же самым там пятилетним ребенком Тем же самым недостойным внимания родителей И когда Господь говорит тебе, сделай Ты говоришь, Господи, я не могу И интересная картина складывается тогда Когда мы просто начинаем этот хронотоп долить дальше Интересно, когда в 90-е годы Очень многие наши бывшие советские граждане Не стали переезжать за границу Там диссиденты, например, говорили, что Здесь как бы тоталитарное государство Ну по разным причинам Знаете, что они начинали делать за границей? Они начинали строить СССР в миниатюре В своей собственной квартире На своей территории, в своем общении И получается, что тот СССР, который они не любили Он стал их хронотопом И где бы они не появлялись Любую Европу они превращали в СССР Любую территорию Даже внешне Даже по убратству квартир Даже по мышлению Я знаю многие примеры Когда люди, например, уезжали из СССР По причине религиозных гонений Но когда они приезжали на Запад Вы думаете, что-то менялось? Нет Они все еще продолжали ожидать гонений Они продолжали жить так, как будто бы Государство что-то имеет против них Сегодня мы знаем пример миграции Когда люди приезжают куда-то Но оказывается, что в итоге Они не готовы отказаться от своей культуры Там, например, в своей стране Он никогда не был мусульманином Приезжая, он вдруг становится очень ярым мусульманином И Господь говорит Аврааму Господь понимал, что этот ур стал для Авраама его хронотопом В нем прошло детство, юность Авраама В нем Авраам состоялся И Господь говорит, выходи из этого хронотопа Потому что хронотоп это еще определенная защитная реакция Которая сопровождает человека Ведь никому не нравится, когда о нем говорят плохо Всем хочется быть в безопасности И наблюдали вы за собой Когда ты сталкиваешься с опасностью С какими-то словами С проблемой неудачи Да, с опасностью неудачи У тебя вдруг включаются какие-то механизмы Кто-то начинает паниковать И не знает, что делать У кого-то включается страх У кого-то включается злость У кого-то включается ярость Это даже во Христе И ты потом думаешь Господи, а откуда у меня это появилось? Эти старые механизмы Которые заложены в нас иногда людьми Иногда дьяволом Иисус в свое время сказал замечательную фразу Не может старые мехи быть налито новое вино От хронотоп это те старые мехи Которые не выдерживают призвания Христа Наши старые модели поведения Это те мехи, которые не выдерживают призвания Христа Они просто разлетаются в дребезг И Бог говорит Аврааму Выйди из земли родства твоего И что делает Авраам? Он слушается Господа Это откровение было настолько сильным Он выходит из своего хронотопа Я вижу три хронотопа в истории Авраама Это Урхалдейский, Харан, где находился Авраам Это Ханаан, в котором находился Авраам И это Египет, в который Авраам возвратился И что происходит с Авраамом? Авраам выходит Интересная характеристика призвания Когда Господь выводит Авраама, он не выводит его на пике его сил На пике его хронотопа Он не выводит Авраама на пике молодости Когда Авраам мог рождать многих детей Он не выводит его на пике тогда, когда врачи могли помочь Саре Родить, да, например Он выводит Авраама в старости Он выводит Авраама так, чтобы никакие механизмы Аврааму не мешали верить Богу. Когда у Авраама, по сути, по-человечески не остается никакой надежды. Бог даже запретил ему землю приобретать. Чтобы Авраам, по сути, вышел, полностью полагаясь на Бога. Но смотрите, что делает Авраам. Он берет с собой кого? Сару. Потом что дальше он берет с собой? Он берет с собой свои старые инструменты. Он берет лота. Ну, на всякий случай. Вдруг Господь через лота решит работать. Оставляет себе отходные пути. Он берет с собой огромное богатство. Ну, на всякий случай. Вдруг что-то не получится, и я все-таки буду продолжать существовать. Авраам выходит в пустыню. И что происходит с Авраама? Мы читаем, да? Мы читаем с вами. Это, опять же, 12 глава, 10 стих. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился в голод в земле. Мы все сталкиваемся в процессе нашего призвания. Мы все сталкиваемся с определенным видом голода. Но на тот момент понятие голода, оно было достаточно распространено. Огромные перепады температуры, жара, да? И вот Авраам со всем своим стадом, с огромным стадом, с женой, с племянником, у племянника свои стада, оказывается в состоянии кризиса, когда нечего кушать. Ты знаешь, иногда и в жизни христианина может прийти подобный голод. Когда ты двигаешься в призвании, подобный голод может прийти. По одной простой причине. Можешь эту фразу записать или зафиксировать. Хронотоп ломается голодом. Старые модели, ломая поведение, ломаются тогда, когда ты оказываешься в состоянии беспомощности перед Богом. И иногда это состояние надо продлить годами. Вот пока ты не придешь к тому, что я ничего, Господь, не могу. Господь говорит, вот когда ты ничего не можешь, тогда начинаю работать я. Наступает голод физически, когда у тебя реально в холодильнике мышь повесилась. И ты понимаешь, я служу Богу, а прибытка у меня нет. Нет. Чем больше я в церкви, тем меньше у меня получается зарабатывать на светской работе. И когда ты ставишь вот это соотношение, сатана сразу же подсказывает тебе, нормально, в церковь надо сужать. Что ты, фанатик что ли, зачем тебе в церковь ходить так долго? Или подсказывает, ну уже ковид, надо почаще на работу ходить, а в церковь пореже. Тогда не заразишься. Бывает такое. Бывает голод эмоциональный, когда по сути ты остаешься в пустоте. Когда вокруг тебя нет людей, которые бы поддерживали тебя. Иногда бывает голод духовный. Когда Господь вроде бы выбил тебя, но продолжает молчать. Вроде бы ты начал что-то по откровению Господа, но Господь продолжает молчать. И Авраам сталкивается с этим голодом. Мы называем Авраама отцом веры. Но что происходит? В состоянии кризиса включается старый хронотоп. И Авраам говорит, мы пойдем в Египет. Это была распространенная практика. Когда в Месопотамии был голод, все собирались и шли в Египет. Благополучно, дорожка была проторена. Когда в Египте был голод, там собирались и шли в Месопотамию. То есть где-то обязательно хлеб был. Ну или по пути, по крайней мере, там грабили кого-то. Да, там в Ханане. Поэтому в Ханане крепости стояли, а не города. Это было серьезно. То есть Авраам возвращается на старые рельсы. То есть с чего начинается бегство от призвания? Оно начинается со страха. Господи, с недоверия Господу и страха. Что дальше? А куда я дальше? Ты вроде бы молчишь. Рядом никого нет, кто бы подсказал. И начинается страх. Господи, а как я пойду? Голодные глаза детей, жены, которые говорят, ну дорогой, ну ты скажи, что будет завтра. Мы говорим, дорогая, ну я тебе сказать не могу. И начинается паника. Что происходит дальше? Включаются старые модели поведения. Авраам, он привык, что они ходили в Египет за пищей. И он идет в Египет. Второе, что происходит с призванием. Страх приводит к обману. Страх приводит к обману. Уже при входе в Египет, по сути, Авраам говорит Саре. Сара, необходимо, чтобы ты назвалась моей сестрой. Приводит к обману. Но другой вопрос, почему Сара согласилась. Но Авраам начинает очень красиво. Говорит, ты женщина красивая, замечательная, стройная. Но тебя могут убить, меня могут убить из-за тебя. Страх. Это предательство. Страх приводит к обману. Обман приводит к предательству. И мы понимаем, что все так и произошло. Сара оказывается в руках фараона. Я не знаю, как на границе их приняли. Там же, наверное, большая толпа входила. Но почему-то фараон избирает именно Сару. Аврааму нет сил об этом говорить. И по сути своей, хронотоп возвращается. Ур возвращается только в Египте. Авраам сбегает от призвания. Сара это то призвание, которое дал тебе Господь. Может быть, тебе кажется, да? Оно самое ценное в том, что Авраам взял с собой. Может быть, тебе кажется, что Сара старая. Ты говоришь, я старый человек, я уже не могу, я не способен. Вокруг меня нет того, кто бы меня поддержал. Но ты знаешь, я понимаю, что для призвания нет возраста. Сколько бы тебе не было лет. Пусть тебе там 5 лет. Или тебе уже 60, 70 лет. Призвание Бога, оно продолжает работать и будет работать в твоей жизни. Тогда, когда ты доверяешь Ему. У Авраама была самая ценная Сара. Но ради того, чтобы освободиться от страха, чтобы сбежать в свою норку, Авраам отдает Сару фараону. И представьте себе ситуацию. Аврааму хорошо ради нее. А Сара сидит и ждет. Когда ее пригласят к фараону. Бегство от призвания. Это возвращение старого хронотопа. Призвание это возвращение к старым мехам. Истинное бегство от призвания. Истинное призвание. Это призвание, которое находится в вере от Господа. Это призвание, которое готово доверять Богу в любом случае. Что бы ни происходило. Это призвание свободное от страха, дорогие мои. И мы знаем, что когда фараон, в определенный момент, когда Господь дает ему откровение, он выгоняет Авраама и говорит, Авраам, почему ты не сказал мне, что ты верующий? Почему ты не сказал мне о своем призвании? Почему ты промолчал о нем? Субтитры создавал DimaTorzok